В Великовисочном сельском совете продолжают бороться со стихией. В зону потопления попали 4 населенных пункта. Вода подобралась к 276 придомовым территориям. Накануне в муниципалитет отправилась оперативная группа из руководителей силовых ведомств и представителей региональной власти. Делегацию возглавил в Рио губернатора Ненинского округа Юрий Бездудный. Далее все подробности. Масштабы затопления Великовисочного удалось оценить еще при подлете к населенному пункту. Вода подобралась к большинству домов сельчан. Впрочем, к такому половодью здесь были готовы. В случае, если населению потребуется эвакуация, в Великовисочном сельском совете развернуто 6 пунктов временного размещения, рассчитанных на 225 человек. Один из них расположен в здании школы. Осмотрев пункт временного размещения, делегации во главе с Юрием Бездудным проследовали на дизельную электростанцию, а оттуда, пересев на лодки, отправились на осмотр потопленных территорий. Конечным пунктом проверяющих стала Великовисочная участковая больница. Ну а вот здесь, если первый этаж, вода зайдет, мы в холодильнике поднимем все. Все, что в наших силах, все уберем. Еще позвонить. А палаты наверху, да? Палаты наверху. Палаты наверху. Ну сейчас у нас в связи с коронавирусом, значит, ведется период только экстренных больных. То есть плановых мы не берем. На данный момент у нас там освобождены палаты, больных нет. Ну если вода будет подниматься, то тех, кто маломобильных, вы заберете. Да, я думаю, да. И теперь, что касается актуальной информации по опаводковой обстановке в Великовисочном сельском совете. По состоянию на 16 часов 25 мая уровень воды достиг отметки 889 сантиметров. В муниципальном образовании в зону подтопления попали четыре населенных пункта – Великовисочная, Лабожская, Тошвиска и Щелина. Во власти стихии оказались 276 придомовых территорий и 226 домов с населением 476 человек. Из них 86 – это дети. Подтоплено 17 социально значимых объектов. В настоящий момент дизельная электростанция в деревне Тошвиска и в селе Великовисочная перешли на резервный источник электроснабжения. Отключены два колодца и одна из котельных в селе Великовисочная. На жизнеобеспечение населения отключение не повлияло. Все остальные социально значимые объекты работают в штатном режиме. Для размещения в ПВР граждане не обращались. Как рассказала в телефонном интервью глава Великовисочного сельского совета Татьяна Жданова, пострадавшему от стихии населению оказывается адресная помощь. На территории муниципалитета продолжает работу аэромобильная группа МЧС России. Стабилизация ситуации ожидается в ближайшие 2-3 дня.